Осенний период традиционно знаменуется серией мероприятий по благоустройству города. Бурка мусора и приведение в надлежащее состояние парков и скверов, вырубка дикорастущих кустарников по костровы. Это лишь часть той работы, которая выполняется коммунальными службами. На этот раз наша съемочная группа попала на высадку молодых деревьев по улице Бориса Маслова. Город Брест, правда, у нас признан самым зеленым и благоустроенным городом в Республике Беларусь, поэтому надо постоянно эту марку поддерживать. Сейчас наступил как раз этот период осенний, когда производятся активно посадки и высадки по городу. В общем, существует два посадка. То есть у нас высадка либо компенсационной посадки, это взамен деревьев, которые мы удаляли, были признаны аварийными в течение года, либо это посадки по объектам, где новое строительство производится, то есть это новые посадки. На данном участке мы видим высадка, это компенсационные посадки, здесь высаживаются тлены. Основные породы по высадке на территории Бреста – липы, клёны, дубы, рябины. Из хвойников это ели, пихты, хтуи. При посадке тех или иных деревьев и кустарников, конечно же, нужно учитывать множество факторов. Посадки непригодны под линиями электропередач, инженерными коммуникациями в непосредственной близости от стен зданий и сооружений. При выборе места также нужно обратить внимание на почву и характеристики посадочного материала. Именно поэтому высадка деревьев занимаются профессионалы своего дела, коммунальные службы. Как результат, 90% деревьев приживаются и вырастают. Процентов 90, может даже и больше, как бы приживаются деревьев. Тут в зависимости тоже от породы, породы, где высаженные. Но в основном клёны, липы приживаются практически 100%. Какие-то породы чуть-чуть хуже, какие-то лучше. Благоустройство – это не разовая акция, а повседневный и кропотливый труд. Убрать мусор, благоустроить свою улицу, ближайший парк или сквер. Поучаствовать в экологической акции по озеленению и генеральной уборке может каждый. Но вот посадить дерево можно и нужно, только совместно с унитарным предприятием «Коммунальник». Очень много сейчас жалоба поступает от самих жителей, которые раньше, лет 10-15 назад, поусаживали деревья. А сейчас встает вопрос с шириной проезда, с проходом, что людям царапают глаза и повреждают одежду, и с сетями. То есть, либо уличное освещение, либо электроснабжение дома. Также жильцы не имеют понятия, что у нас идет под землей. Водопровод, газопровод. Поэтому потом приезжает эксплуатировающая организация и говорит, что дерево необходимо удалить, так как оно повреждает сеть. Всего в течение осени в Бресте планируется высадить около 5000 различных зеленых насаждений. Осенняя экологическая акция по озеленению продлится до конца месяца.